Приветствую в студии еще одного нашего сегодняшнего гостя в большом новогоднем сабантуе на Тутбай ТВ. Влад Бубин заглянул к нам и неспроста. Вы человек талантливый во многих сферах, но сейчас поговорим о музыкальной ипостасе. Дело в том, что у вашего проекта «Танцы с Бубном» вышел альбом под названием «Эдикейшн». Это уже вторая пластинка. Давайте расскажем для тех, кто, может быть, впервые слышит об этом, о чем вообще идет речь. Что это за проект такой? Это проект, который включает в себя музыкальные композиции электронные, которые я записываю вместе с различными белорусскими поэтами. Как правило, это поэты-постмодернисты, и в том числе я работаю, так сказать, с более лирическими, поэтическими представителями. То есть сочетание электронной музыки разных стилей — это и техно, драм-н-бас, эмбиент с белорусской поэзии позволяет, возможно, слушателю получить некое новое впечатление от поэзии белорусских авторов. Ну вот был первый диск, сейчас второй. В чем отличие, в чем новшество? Ну, диск — это сильно сказано, это виртуальный проект. Он представлен MP3, который можно бесплатно скачать в интернете. Это не коммерческий проект, поэтому все желающие могут MP3 получить бесплатно. Я специально умышленно делал этот бесплатным проект для того, чтобы по возможности популяризировать белорусское слово и белорусскую поэзию. Вот этот второй альбом отличается тем, что он сопровождается также двумя видеоклипами с музыкой. Это видеоклип с поэтом белорусским Змитером Вишневым, который был представлен на поэтический фестиваль «Волошинский» в Крыму. Помимо этого, там есть еще видеоклип, созданный вместе с бардом белорусским Татьяной Белоногой. Там обработка техно-минимал версии на одну из ее композиций. Там я сочетал бардовскую песню с электронной музыкой. Каков результат? Я думаю, заинтересованные люди найдут это видео, послушают и сделают свои выводы. Но цель-то, понятно, проекта донести, как вы уже сказали, белорусское слово до широкой аудитории. А вот в плане музыкальном тяжело ли это совмещать поэзию и такие совершенно, ну, мне кажется, несочетаемые с ней электронные направления? — Достаточно сложное, поэтому я за это и взялся. Как любое новое нечто, нечто экспериментальное, хотя здесь я не претендую на новизну, подобные проекты осуществлялись, осуществляются, скажем, в странах Западной Европы, однако несколько по-другому. Здесь я могу сказать, что это все-таки достаточно сложное занятие, словить по возможности настроение. Каждый поэт читает по-своему, у каждого поэта есть свой индивидуальный стиль чтения, поэтому здесь важно соединить и сочетать настроение поэзии и музыки. Это, в принципе, достаточно сложное занятие. Это даже не музыка, я как электронную музыку иногда называю звуковым конструированием, потому что музыкальное композиторство в традиционном виде, оно несколько иначе выглядит. Здесь, скорее, это такое конструирование, это очень сложный пазл, состоящий из звуков, настроения, которые по возможности нужно соединить в некое единое целое. А во время работы каким образом вы выбирали произведение того или иного автора, или это уже были их предложения? И мне вот интересно, получилась ли какая-то из этого концепция авторов что-то объединяет, кроме того, что они творцы и что они из Беларуси? Я специально выбрал определенные стихотворения, которые, так сказать, имеют отношение к самому названию. Все концептуально объединено. Плюс к этому каждый этот альбом имеет определенное настроение, которое выливается в оформлении и в названии. И здесь это все имеет некую такую общую основу и единое целое, надеюсь. Ну, я очень надеюсь, что мы заинтересовали наших пользователей. Большое спасибо за рассказ. А когда-нибудь это на сцене можно будет увидеть? Ведь это не так сложно. Или сложно? Впервые, не впервые, вернее, этим я занимаюсь с 90-х годов. Очень большое выступление состоялось в Люблине. Осенью я выступал с белорусской ПТС Ольгой Гапиевой, где я представил свое видео и свою музыку. Она читала свои произведения. Все это было аудиовизуальное шоу в театре, в центре города, в рамках, как я уже сказал, фестиваля. Помимо этого, были выступления в Берлине и в других странах. В Беларуси здесь, как правило, мы не так много, к сожалению, выступаем. Ну, я надеюсь, в будущем мы сможем представить именно проект «Танцы» с бубном, в более таком расширенном виде, с разными поэтами, может, в одном из клубов. Я пока об этом не думал, поскольку пока мы сделали упор на запись и на представление вот этого проекта в интернете. По завершении видеоафиши мы непременно поместим ссылку на прослушивание и на скачивание вот этого нового диска, о котором мы говорили. Нового релиза, так, наверное, правильнее сказать. Мы экологически, так сказать, занимаемся чистой музыкой, мы не портим пластмассу, которая загрязняет окружающую среду, мы размещаем все в интернете. И сейчас это моя, кстати, принципиальная позиция, за исключением виниловых пластинок, у меня есть во Франции виниловые релизы, а как можно меньше использовать вредных веществ, не загрязнять природу белорусскую, это очень важно. Согласна, я тоже за природу, ну и, конечно, за хорошую музыку. Мы вот сейчас нашим пользователям предложим поглядеть небольшой отрывок видеоклипа с Татьяной Белоногой, о котором мы упоминали. Влад, большое спасибо, что заглянули к нам. Спасибо вам. Ну и ждем поздравлений, у нас все-таки новогодний эфир, поздравления наших пользователей. Поздравляю вас с Новым Годом, желаю вам всего наилучшего и желаю года креативного, создавайте нечто новое, уходите от клишей стандартов и в этом будет вам счастье. Ну и вам, конечно, успехов во всех отношениях, потому как занимаетесь вы многими проектами одновременно. Спасибо.